Каннский фестиваль открылся под звуки рока. Каннский фестиваль многолик и непредсказуем от погоды до результатов. Здесь бывали и зной, и холод, и нещадное солнце, и затяжные ливни, способные вмиг обратить Канны в Венецию. Здесь рядом сверкание бриллиантовых дам и бомжи, скромно молящие о подаянии. Здесь смотрят кино в смокинговых залах и на пляже в шортах. В жюри снова кинематографисты из разных стран. Впервые в его состав вошла 21-летняя актриса Эль Фаннинг, она вторая слева. Фото – Reuters, фестиваль для курортного городка Кормилец. Его население в эти дни увеличивается втрое. Номер в простеньком отеле за 50 евро подскакивает в цене до 300-350 за ночь. Для ресторанов наступает пора собирать главный урожай года. Канны любят скандалы и рекорды. За скандалами этот фестиваль не постоит, а первый рекорд уже состоялся. Американская актриса Эль Фаннинг оказалась самым юным членом жюри главного конкурса за все времена. Фаннинг – 21 год, но она успела сыграть в 57 фильмах и стать продюсером двух телесериалов. В кино она дебютировала в 6 лет, в 8 впервые навестила Канны в составе команды фильма «Алехандра Гонсалеса и Ньерри ту Вавилон», а затем приехала как звезда фильма Николаса Вендингариф на «Неоновый демон». Кроме Фаннинг решать судьбу участников главного конкурса будут польский режиссер Павел Павликовский, его коллеги Робин Кампи из Франции, Юрго Слан Тимос из Греции, Келли Райхард из США и Али Черрор Вахер из Италии, сербский художник Энки Билал, актриса из Гвинеи Маймун Андиай, президент жюри титулованный мексиканец Алекандра Гонсалес и Ньерри ту. Несмотря на протест женских организаций, возмущенных тем, что Олен Дилон против однополых браков, фестиваль увенчает его золотой пальмой. Второй рекорд фестиваля – необычный состав звезд на церемонии открытия. Злые языки шутят, что, похоже, это открылся не кино, а рок-фестиваль. Минус. Каннский фестиваль объявил свою программу в программе специальных показов еще один фильм, связанный с музыкальными идолами 5 Бэдена Крауса. Документальная картина о госпитале в Сан-Франциско, который стал одним из первых посвятивших себя лечению наркоманов и больных с ПИДом. Ее патронировал фронтмен группы U2. Бона. Кроме того, в Каннах на самом большом в Европе кинорынке обещают предварительный показ фрагментов из документального фильма о легендарной музыкальной группе. Led Zeppelin. Кинолента еще только готовится к выпуску. Что до скандалов, то первый тоже успел прошуметь. Фестиваль объявил, что собирается вручить почетную золотую пальмовую ветвь 83-летнему Алену Дилону в награду за выдающийся вклад в киноискусство. Шеф фестиваля Терри Фрейма на специальной созванной пресс-конференции подтвердил, что это решение остается неизменным, несмотря на яростный протест женских организаций, возмущенных высказываниями Дилона о недопустимости однополых браков, против усыновления детей однополыми парами в поддержку политики крайних правых. Фрейма заявил, что фестиваль хочет увенчать актера не Нобелевской премии мира, а золотой пальмовой ветвью за много раз доказанное мастерство, которое не зависит от консервативных точек зрения и политических взглядов. Кроме того, Фрейма отметил, что нельзя судить с позицией сегодняшнего дня слова, сказанные несколько лет назад. Ну и наконец об ожидаемых попытках разнообразных социальных групп воспользоваться каннским скоплением вселенского гламура, чтобы заявить о себе миру. Минус. Бондарчук расскажет в Каннах о Федоре Кунюхове. Несмотря ни на что, 72-й Каннский фестиваль открылся. Торжественная церемония транслировалась в 600 кинотеатрах страны. Она была элегантно-печальной. Франция прощалась со своей кинолегендой, одной из основательниц новой волны Анье Сварда. Ее фигурка у кинокамеры украшала фестивальный постер, а на сцене стояло опустевшее режиссерское кресло с хорошо знакомой синеманом надписью Анье Све. И звучала «Сэнстой» Мишель Аллегрона, тоже покинувшего нас в этом году. А затем состоялась мировая премьера долгожданного фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают», который обманул пылки ожидания многих любителей хорроров. Но об этом в следующий раз. Культура кино и ТВ 72-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Китчином Продолжение следует... Продолжение следует...